Интересная информация, найденная мной в журнале «Арт Мозаика». Древняя резьба аборигенов австралийских, гравюры древних австралийцев, которым несколько тысяч лет. Особенно последняя гравюра мне понравилась. Какой-то фантастической свободы нарисованы люди, почему-то их сопровождают какие-то нарядные, сияющие пятна, а форма тела искажены свободно, как в песне. Потом какие-то люди образуют ростки прям, и куда-то поднимаются, образуется ветка, как будто хромосомная ветка, которая состоит из стержня и человеческих фигур. «И всё это так красиво!» По этому поводу написал эссе «Гравюры древних австралийцев, как я горжусь человеком». «Боже, как красиво!» Особенно последняя работа. «И это делал древний человек!» «Как я горжусь вообще человеком!» Но, впрочем, чего удивляться, его создали по образу и подобию Бога. Жаль, он не ведёт, что он ведёт жалкое существование на планете. И всё время наступает на грабли жадности и грабли меркантильности. Вернее, жадность и меркантильность навязывают человечеству. Кучка жадных и меркантильных личностей. Небольшая кочка. Те, что из ничего, делают деньги. Парадокс в том, что если делать деньги из стоящих вещей, то лукавый не разбогатеет. Лукавым ничего не даётся в руки из-за его лукавства. Они ничем не обладают. Они ничего не могут сделать стоящих. И они вынуждены выживать в суровых условиях своего вранья всей планете. И наполовину врут домашним, и друзьям, и делают деньги из пустоты. И откровенно смотрят и одиноко. Только смерти в глаза. Так и не сделав ничего путного на свете. Только отняли у себя свою жизнь и мельтешили перед нами ненужными товарами, которые быстро портятся. Принтеры, фотоаппараты, радиоприёмники и так далее. Или продукты, на которые никогда не портятся, потому что там сплошной яд. И для микробов тоже. Надеюсь, сегодня же, прочитав это, чей-то сын или дочь спросит у отца. Папа, а ты тоже? Да?